С вами программа День города и Марина Комиссарова. Мои коллеги расскажут о событиях среды 25 октября. Смотрите в ближайшее время. Олимпиады возможностей в профессиональном мастерстве соревнуются инвалиды. Лучшие поедут на всероссийский этап. От героев былых времен. Своё столетие отпраздновал рязанец, ветеран Великой Отечественной войны. Только вперёд. Рязанский спортсмен стал чемпионом мира по грэпплингу. Среда, доступная каждому, в последние годы – это не просто слова. Очередным тому подтверждением стали популярные в мире обилимпикс – олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов различных категорий. Само название движения – это сокращение от английского «Olympics of Abilities» – олимпиады возможностей. Соревнования «Обилимпикс» охватывают сегодня все категории инвалидов, а в списке профессий около 50 названий. В среду, 25 октября, в Рязани состоялся региональный отборочный этап олимпиады. Движение «Обилимпикс» как средство успешной социализации и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья зародилось в Японии более 40 лет назад. Сегодня им охвачен весь мир, в том числе и Россия. Национальные чемпионаты, которые по сути являются олимпиадами по профессиональному мастерству, проходят в нашей стране с 2014 года. А вот в Рязани отборочный чемпионат «Обилимпикс» в этом году стартовал во второй раз на двух площадках. Одна из них расположилась в Михайлове, вторая – в Рязанском железнодорожном колледже. Кстати, именно здесь создан единственный в Рязани базовый центр инклюзивного среднего образования. «Специально созданы адаптированные программы для детей, которые не могут закончить обычную школу. И, соответственно, мы готовим по адаптированным программам. Вот вы видите, ландшафтный дизайн. Поселок Почпо у нас есть еще, наше агроотделение. Там тоже такое отделение создано. Есть столеры, вот таким программам занимаются. И другие программы, которые мы сейчас адаптируем под таких именно детей». Среди участников регионального отборочного этапа национального чемпионата «Обилимпикс» не только ученики инклюзивного центра, но и студенты, школьники со всех учебных заведений Рязанской области. Принять участие в этом испытании может любой человек с ограниченными возможностями здоровья до 65 лет. Чемпионат проводится по нескольким направлениям, в их числе администрирование отелей и баз данных, экономика и бухгалтерский учет, швейное и мебельное производство, а также ландшафтный дизайн. Перед участниками ставится конкретное задание – сшить фартук, смастерить стол. А в случае с ландшафтным дизайном ребятам нужно создать модульный цветник. «Задание, надо сказать, очень серьезное для такой категории детей. Но я смотрю, мне очень радостно на них смотреть, потому что с заданием они практически справляются. На задание отмерено 4 часа, но вы, как видите, уже идет к концу их работа, и поэтому мы все очень довольны, все очень рады за нее. Самое главное, что проявляется творческий интерес к профессии. Самое главное, что у ребят возникает желание поработать. Это очень нужно отметить. Выполняют все технологические процессы правильно. И я думаю, что в будущем это очень поможет им выбрать ту профессию, которой они первый раз обучаются». На выполнение задания дается 4 часа. Как показывает практика, этого времени вполне достаточно. На данный момент ребят работают только 2 часа. Декоративные модульные цветники практически готовы. «В середине почему я начал это? Сначала цветы, а потом щебень такую оранжевую. Потому что, чтобы шел сразу же рисунок. Потому что, если бы его в середине не было, у нас не получался бы никакой рисунок». Сергей Шишков занимается ландшафтным дизайном около года. В будущем он хотел бы создать теплицу, выращивать там декоративные растения и таким образом дарить людям радость. В каждой номинации эксперты должны выбрать трех лучших участников. Те, кто займет первые места, будут представлять Рязанскую область на национальном чемпионате Обилимпикс в Москве. Но в любом случае, участие в этом чемпионате и приобщение к движению Обилимпикс – это начало творческого и, что самое главное, профессионального пути людей с ограниченными возможностями здоровья. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Из года в год остается все меньше свидетелей и участников страшной священной Великой Отечественной войны. Сегодня, 25 октября, Константину Александровичу Хмельницкому прошедшему войну от начала до конца исполнилось 100 лет. Наша съемочная группа отправилась к ветерану с поздравлениями. Ветеран Великой Отечественной войны Константин Хмельницкий 25 октября отмечает юбилей. Ему исполнилось 100 лет. Секрета долголетия не раскрывает. Отшучивается, что в этом помогли занятия горными лыжами, плаванием и упражнения на перекладине. К сожалению, как раз из-за перекладины он и получил самую ужасную для спортсмена травму – перелом позвоночника. В 1936 году 19-летнего юношу в военкомате признают негодным для службы в мирное время. А в военное – вторая категория годности. Его призвали в 42-м. Константин Хмельницкий окончил медицинский институт в городе Иваново. Поэтому вопросов с выбором военной специальности не возникало. В 42-м году, когда я призван в армию, я был вообще беспогодный за сего в тылу в городе Юрьев-Польский. Но меня это не устраивало. Мне хотелось быть на передовой. А как туда попасть? Смешно, но и глупо, но ругаться с начальниками. В 44-м году желание Константина Хмельницкого сбывается. Его переводят в хирургический полевой госпиталь, где он прослужил до окончания войны. Для него она закончилась в Германии. В ночь с 8 на 9 мая. С 8 на 9 мая 45-го года я был дежурным врачом по госпиталю. Ветеран признался, что до сих пор отмечает великий праздник, День Победы. Не 9-го, а 8-го мая. После войны он продолжил работать врачом уже в Рязанской больнице. Заниматься спортом мужчина не бросил, но уже для себя, а не профессионально. Даже сегодня, в свой юбилей, Константин Александрович признался, что продолжает работать над собой. А я сижу, занимаюсь спортом, развиваю мышцы, рук, ног. Это уже можно заниматься спортом. У меня стали сильные ноги, стали сильные руки. Надеюсь, к лету следующего года я буду не лежать, а вот так, как вы. К сожалению, годы берут свое. Поэтому после всех поздравлений в этот важный день у Константина Александровича немного поднялось давление. Но даже лежа в кровати ветеран не унывает. Говорит, что этот юбилей – лишь новое начало. Это крамплин, от которого я толкнусь, чтобы начинали жить второе столетие. Остается только позавидовать здоровью и упорству Константина Александровича. Сохранять бодрость тела и духа – занятия не из легких. Но мужчина кажется овладелым в совершенстве. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Работа Почты России – притча во языцах. Нет человека, которому не приходилось бы обращаться за услугами в организацию. Даже если вы не пишете бумажных писем, рано или поздно вам придется отправить или получить посылку, оплатить комуслуги или получить пенсию. Так вот, столкнуться с не совсем налаженной системой – страшный сон для многих россиян. Мы попытались разобраться в закулисе, почему же в большинстве случаев походов на почту люди предпочитают избегать. Про Почту России можно говорить бесконечно. В интернете еженедельно появляются видеозаписи, где посылки грузят из рук вон плохо или письма намокают при тушении пожара. Но все ли так плохо или же это единичные случаи? Давайте узнаем это вместе. Обычное утро почтового отделения начинается в 7 утра, когда рабочий автомобиль привозит почту. Почты поступает к нам в центральное отделение достаточно много. В день примерно письменной корреспонденции поступает порядка 3-4 тысяч заказных и такое же количество простых писем. В страховой почту поступает посылок в пределах 100. И мелких пакетов у нас очень много сейчас приходит из Китая. Интернет заказов много. Всю входящую корреспонденцию обрабатывают и вносят в базу данных. Делается это для того, чтобы клиент смог отследить свое письмо или посылку через интернет. Звучит все очень оптимистично, но есть одна проблема. Все это нужно сделать до 12 часов дня. Именно в это время на адреса выходят почтальоны. На этой операции несколько хрупких девушек, а посылки порой приходят весом больше 20 килограмм. И такое тяжелое утро каждый день. Работа на почте, но нелегкая для операторов, потому что они у нас универсалы. Им нужно почту принять, обработать, выдать извещение в доставку, обслужить клиентов на рабочем месте. В частности, принять и посылку, и коммунальные услуги, и отправить письмо, и денежный перевод. То есть операторы у нас универсалы. Работники почты признаются, персонала не всегда хватает. Поэтому приходится выходить из положения по-разному. Например, в этом почтовом отделении идет разделение труда в пределах возможного. Работе это помогает. К тому же и технологии не стоят на месте. Электронные талоны, адресное хранение, сети нововведения позволяют быстрее обслуживать людей. Из-за большого объема входящей почты нам это необходимо делать. Иначе у нас получается большое время обслуживания. А сейчас одна из приоритетных задач Почты России сократить очередь в отделении. К сожалению, работает эта система не на всех почтовых отделениях. Что уж и говорить про область. Мнение людей насчет работы почтовых отделений разделилось. Как вам? Нравятся услуги Почты России? Не нравятся? Ну, вообще-то нормальные, но только народу очень много. По очень много времени тратишь на посещение и очереди. Вот сейчас мне очень хорошую услугу оказали. Я живу в деревне Полково. У нас сейчас там не работает почта. А мне здесь это предоставили возможность получить. Я очень даже довольна, потому что там с проблемами. Сейчас нет почтальона. Я сегодня очень долго сидела в очереди. Полтора часа. А часто такое бывает? Ну вот за все время я второй раз уже так попадаю. Со всеми введенными инновациями некоторые почтовые отделения по-прежнему страдают от очередей. Периодически теряются посылки или письма. С другой стороны, система обслуживания сильно изменилась за долгое время. Осталось только ждать, приведут ли к чему-то такие нововведения. Или все в работе Почта России останется на прежнем месте. Проблема дорог, о которой так давно кричит рязанская общественность, характерна не только для областного центра. В Касимове к некоторым участкам дорожные рабочие не притрагивались целыми десятилетиями. 15 лет назад, на 850-летие, Касимов получил в пользование, можно сказать, новый город. Были отремонтированы памятники, храмы, а также улица Советская. В пользование Касимов получил новый тротуар. Давайте посмотрим, во что это превратилось сегодня. Да, в центральной части города, от собора до первого светофора, тротуары вполне еще способны служить населению. Но город на этой части улицы Советской не заканчивается. В центр пешком идут люди со всего города. Иногда этот путь сравним с полосой препятствий. Это невозможно. Что с колясками, что с пожилые люди ходим. Падали уже здесь много народу. Прямо здесь? Да, скользко. Вот перепрыгнуть попробую. А тут машины едут, лужи. Мокрые все. И в церковь ходим. Вечером темно, нам идти плохо. Осенние дожди и грязь мешают нормальному передвижению горожан. Проблемы как на окраинах города, так и вблизи центра. Из-за таких вот именно, что плохие тротуары, общее впечатление о городе теряется очень-то. Вроде бы он стал такой, да, культурный более-менее. Но тротуары отвратительные. Грязь одна кругом. Обходить приходится эту грязь. А где вообще не обойдешь, на сторону надо заходить. Только здесь или по всему городу так? По всему городу, мне кажется, так. Вот я иду, живу вот там, в Черемшках. Это вот сейчас вообще, здесь еще маленько около магазинов получится. А туда дальше это вообще невозможно пройти. Придется чуть не до дороги выходить. В 2001 году рязанский спуск и тротуары выглядели так. Согласитесь, за 15 лет бездействия мы к этому же и возвращаемся. 20 октября завершился чемпионат мира по грэпплингу, проходивший в Азербайджане, в городе Баку. Чемпионом мира стал известный российский спортсмен, ныне тренирующийся и тренирующий в Рязани Роман Гавриков. Рязанец Роман Гавриков стал чемпионом мира по грэпплингу. О победе на соревнованиях в Баку он сообщил на личной странице ВКонтакте. В субботу, 21 октября, рязанский борец выиграл чемпионат в дисциплине ГИ. Гавриков стал сильнейшим в категории до 92 килограммов, в финале победив итальянца. Бронзовые медали завоевали представители Казахстана и Польши. Напомним, спортсмен из Рязани вошел в сборную России как победитель национального отборочного турнира «Пять звезд», который состоялся 26-27 августа в Волгограде. По пять лучших российских борцов в каждой весовой категории по итогам выступлений в 2017 году по круговой системе оспаривали путевки на чемпионат мира. Напомним, грэпплинг – спортивное единоборство, сочетающее технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. А Роман Гавриков стал вторым в истории спорта россиянином, завоевавшим победу в чемпионате мира по грэпплингу. Рязанец Иван Алпатов стал победителем международного бильярдного турнира, который проходил в Москве с 19 по 22 октября. В состязаниях принимали участие 130 сильнейших бильярдистов России в возрасте до 15 лет. Бильярдист Иван Алпатов одержал победу в международном турнире «Маленький принц». В финале рязанский спортсмен встретился с соперником из Самары. Борьба шла до пяти побед и превратилась в настоящее противостояние. Я проигрывал 3-1, ну и потом в итоге 5-3 выиграл, 4 партии выиграл к ряду. Взял перерыв, пошел, подошел на улицу. Сам себе сказал, что я это не отдам, просто так. Пришел и выиграл. Иван занимается бильярдом уже 7 лет. В его коллекции множество наград и звания кандидата в мастера спорта. Сейчас он возглавляет рейтинг московских спортсменов и ездит на соревнования практически каждую неделю. В этот четверг поеду, полечу точнее в Питер, на следующей неделе опять в Москву. До этого был вообще неделю чисто в Москве провел, чемпионат России плюс кубок в Москве был. Иван отмечает, что в каждой партии есть какой-то переломный момент. Справиться с нервами молодому человеку помогают ежедневные тренировки. Зарядка, принятие контрастного душа и специальные упражнения. Нужно концентрацию большую иметь и собранность огромная. Постоянно должен быть готов ко всему, вообще к любой позиции, к любому удару соперника. Должен все всегда просчитывать. Хладнокровно подходить к шару. Никакого не должно быть, никаких нервов, иначе мимо дашь. Плеяда молодых рязанских бильярдистов закаляет характер на местных соревнованиях. Ежемесячно в них принимают участие не менее 150 спортсменов разных уровней. А значит, расслабляться победителям не приходится. Соперники идут за ними буквально по пятам. На территории страны, да и уже всего мира, наш регион знает, боятся и постоянно общаясь с тренерами других региональных федераций, все уже говорят, насколько достойно наши ребята выступают и с каждым годом растут. В бильярде нет возрастных ограничений. Начать играть можно как в 4 года, так и в 60. Для каждого возраста проходят свои соревнования. А для серьезных результатов нужны хорошая моторика рук и сила духа. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанцы создают красочный календарь, каждый месяц которого будет посвящен событиям, фестивалям и разным местным фишкам. Ранее авторы проекта создали раскраску-бродилку по улицам нашего города. А в реализации нового проекта они приглашают принять участие всех желающих. Календарь с рязанским колоритом. Такую идею реализуют местные активисты. Из 12 месяцев полностью готовы уже 9. В основу сюжетов легли рязанские легенды и известные личности. Работу начали со странички сентября. Добрая картинка рассказывает о грибах с глазами и знаменитом рязанском молоке. Мне лично хотелось очень, чтобы это можно было разглядывать долго. Чтобы не просто портрет или какая-то такая статичная картинка. Чтобы эту картинку можно было разглядывать и какие-то детальки для себя новые увидеть. Октябрь любим рязанцами за день рождения нашего земляка поэта Сергея Есенина. На календаре именинник находится в окружении писателей Серебряного века. На картинке можно увидеть портрет Пушкина, которого Сергей Александрович очень любил. А также Маяковского, отношения с которым наоборот не складывались. На каждой эскиз у художницы Анны Сальяновой уходит около восьми часов. Это нужно лазить по интернету, посмотреть, как это все выглядит. То есть ты сел и нарисовал, а так не бывает. Да, ты сначала очень долго про это все думаешь. Ты рисуешь эскизы, ты их согласовываешь, потом ты рисуешь подробный эскиз, потом выбираешь цвета. То есть, ну там такая работа на самом деле. Работа. Петр и Феврония Муромские, Косопус и Малина, Константин Цалковский. День ВДВ и фестиваль «Битва на Воже». У Рязанского календаря нет ограничений по вехам, а все костюмы и образы выдержаны с учетом исторических особенностей. Как выглядел Есенин, да, и брил ли он себе там бороду, например. Да, и Ксюша мне рассказывала очень подробные лекции по этому поводу. Или там костюм бабы рязанской, например, в марте месяце. Да, я смотрела, как он выглядит, чтобы не абсолютно точно это повторить, но чтобы все-таки какой-то, да, отсыл на наш любимый Рязань был. Поддержать проект можно на платформе «Планеты.ру». Участвуя в нем, вы ничем не рискуете. Если проект не наберет нужную сумму, то деньги вернутся на ваш счет. А если все удастся, то весь год сможете наслаждаться удивительными рязанскими легендами. Галина Ершова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Качество и комфорт – основные принципы работы заправок марки «Шелл». АЗС, которые выбирают водители, знающие толк в топливе и с любовью относящиеся к своему транспортному средству. В чем секрет заправок «Шелл», расскажет Галина Ершова. Автозаправочные станции «Шелл» – это целый комплекс услуг, который позволяет водителям чувствовать себя уверенно на дороге. Вас ждет приветливый отзывчивый персонал, уютное кафе, а также широкий выбор товаров, в том числе фирменных, произведенных под маркой «Шелл». Но главное – это высокое качество топлива. Особой гордостью концерна является «Шелл Ви Пауэр» – топливо с улучшенными характеристиками, рожденное на гоночных треках «Формулы-1». Сегодня фирменные бензовозы можно встретить и на рязанских дорогах, ведь под брендом «Шелл» в городе открыты уже пять АЗС. Бензовозы «Шелл» – одни из самых безопасных в Европе. Они оснащены современной системой безопасности, видеокамерами и GPS-маячками для слежения за дорожной ситуацией и контроль безаварийного вождения. А также алкотестерами для контроля состояния водителя. Найдите фирменный бензовоз «Шелл» на улицах Рязани, сфотографируйте и выложите в социальные сети с хэштегом «Поймай бензовоз». На автозаправках «Шелл», участвующих в акции, вы сможете получить за публикацию приятный подарок. Акция стартовала 15 октября и продлится до 31 октября. Подробнее ознакомиться с правилами вы можете на АЗС «Шелл» или официальном сайте компании «Шелл.ком.ру». На этом у меня все. Хорошего завершения дня. А-а-а! Рязанского муниципального района. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир. Высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция. Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55 90 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok